На прошлой неделе на стадионе имени Николая Бурлаки было многолюдно. Там прошел праздник в рамках всероссийской акции «Моя спортивная школа». Звезды кубанского спорта, тренеры и воспитанники спортивных школ нашего района продемонстрировали все преимущества здорового образа жизни, познакомили славянцев с деятельностью учреждений спортивной направленности и теми видами спорта, которые они развивают. Подробности в следующем материале выпуска. Спортсмены славянского района прославляют нашу малую родину во всех уголках мира. Они показывают хорошие результаты на краевых, всероссийских и даже мировых чемпионатах. И это не случайно. Ведь в нашем районе развивается 24 вида спорта. Работают бассейн, стадион, легкоатлетический манеж и 10 спортивных школ. 25 сентября на стадионе имени Николая Бурлаки спортивные учреждения района распахнули для юных славянцев свои двери. Перед началом праздника с приветственным словом выступил председатель районного совета Григорий Литовко. Стало доброй традицией в славянском районе проводить день открытых дверей в начале учебного года. Я хочу высказать слова благодарности нашим спортсменам, которые прославляют славянский район на мировом, на европейском, на краевом, на муниципальном уровне. Это же, конечно же, достижения наших прекрасных преподавателей, тренеров. Вовлечь детей и подростков в систематические занятия спортом, продемонстрировать им различные спортивные направления, развивающиеся в районе. Вот главная цель всероссийской акции «Моя спортивная школа», рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа. Мы здесь пригласили сегодня на праздник детей начальной школы, то есть все школы города, района, привели сюда преподавателей, спасибо большому управлению образованием, что привели детей, чтобы дети сами увидели те виды спорта, которые у нас есть и развиваются на территории муниципального образования, чтобы в дальнейшем выбрать себе вид спорта и, наверное, дать предпочтение занятиям этому виду спорта. То ли это танцы, то ли это гребля, то ли лёгкая атлетика. Все спортивные школы в этот день представили свои визитные карточки в виде показательных выступлений, каждая из которых была настоящим мастер-классом для новичков. После выступления начали свою работу с танцами, где ребята могли познакомиться с новыми для себя видами спорта, выбрать понравившийся и при желании записаться в спортивную школу. Футбол, баскетбол, волейбол, гимнастика, теннис, лёгкая атлетика и многое другое. Каждый мог выбрать себе спортивное занятие по душе. Можно сказать с уверенностью, что после дня открытых дверей в спортивных школах нашего района зажжётся ещё больше маленьких звёздочек, которые, возможно, в будущем будут прославлять нашу малую родину на мировом Олимпе. Тина Копачевская, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».